Доброе утро! Доброе утро! Всем хорошего дня и отличного настроения желаем мы, Степан Арефьев и Марина Гесс. И я напомню, что вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. И? И? И всем хорошего дня! Да. И мы продолжаем радовать вас новостями. Да, Челябинская областная универсальная научная библиотека предлагает вместе встретить осень. Осень? Да. Как всегда, челябинцев ждут экскурсии, лекции и, конечно же, многое другое. А самое главное, что там проведут так называемые классные дни. Горожан познакомят с литературой о родном городе, о южноуральскими поэтами, писателями. Ну, по-настоящему классные дни. Да, и у каждого участника вот этих вот самых классных дней будет возможность увидеть уникальное издание Челябинской сокровищницы, отделы редких книг, где работает выставка «Ретро-портрет прилежного ученика» и старинный учебник 18-19 веков. И также у каждого посетителя библиотеки будет уникальная возможность заглянуть в самые потаионные уголки главного книгохранилища области, а вот куда простой, очень простой зритель заглянуть не может. Не сможет рассказать, да. Ну, а более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Наталья Соловьева, заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Ну, расскажите, вот мы все говорим с Мариной, классные дни, классные дни. Расскажите, что это за классные дни, когда и как они будут проходить? Ну, действительно, классные дни начинаются у нас, когда? 1 сентября. 1 сентября. Да, 1 сентября, потому что все выходят, кто-то первый раз в первый класс, кто-то старший класс. Последний раз в 11 класс. Да, последний раз в 11 класс. Кстати, дочь у меня в этом году поступила в 11 класс, я думаю, что она тоже придется своим классом к нам в библиотеку. Ну, а кто-то впервые поступил в ВУЗ и стал студентом какого-нибудь ВУЗа или колледжа. И вот именно для них, и именно на них ориентирован наш проект. Мы его проводим уже не первый год, классные дни в публичке. Цель проекта – пригласить новоиспеченных студентов и старшеклассников к нам в библиотеку, потому что, ну, чтобы все знали, мы – областная научная библиотека, и наши читатели – это категория 14+. Что мы предлагаем, что мы хотим предложить нашим читателям? Это групповая экскурсия для старшеклассников, для студентов, и не только, кстати, для студентов, но и если кто-то хочет организоваться корпоративно. А сколько человек должно быть? Ну, я думаю, что не меньше, наверное, 7 и не больше 20, чтобы было комфортно. И мы готовы рассказать о нашей библиотеке, все-все-все в подробностях, то есть как библиотека может помочь в учебе, в научной деятельности, как можно там хорошо интеллектуально отдохнуть. То есть будет много чего рассказать. Сразу меркантильный вопрос, извини, Марина, я меркантильный человек. Сколько это стоит? Это, наверное, бесплатно. Это бесплатно, можно просто позвонить. Так, подождите, дальше. Чтобы заказать экскурсию, все, что вам нужно, собрать группу, позвонить нам в библиотеку и заказать экскурсию. Наталья, вот скажите, пожалуйста, экскурсию можно заказать на любое удобное число или у вас есть какие-то определенные дни, когда проходит экскурсия? Ну, обычно классные дни публички проходят вот так интенсивно, в сентябре, в октябре месяце. Конечно, есть расписание, конечно, мы не можем бесконечное количество групп принимать одновременно, поэтому звоните, и мы будем разговаривать на удобное время. Единственное, что, скорее всего, это будет вторник, со вторника по субботу. И сколько идет экскурсия по времени? По времени экскурсия идет около часа. В этом году, кстати, нашей библиотеке исполняется 120 лет. Да, и у нас будет такая изюминка нашей экскурсии. Мы не только будем рассказывать о наших ресурсах и возможностях для наших читателей, но и устроим небольшой такой виртуальный экскурс в историю библиотеки. Кстати, наше здание, мы вот замечаем, стоит вообще на красной линии, и люди проходят, постоянно фотографируются. Оно действительно очень красиво. Расскажем об истории строительства здания, о всех проектах, которые были до этого, и почему принято решение именно такой вот быть библиотеки, и почему именно этот проект был принят и построен для тех, как... Наталья, ну вот смотрите, вы с буклетами, как я понимаю, не случайно, да? Расскажите, не случайно. Ну, как раз-таки буклет, это наш юбилейный буклет, юбилейный выпуск, и в нем мы решили рассказать о нашей библиотеке через наше сокровище. А наше сокровище, это, конечно, наш фонд, это книги, да. И вот как раз-таки здесь рассказано о нашем уникальном редком фонде. То есть есть такая рубрика, называется «Та самая книга», и «Та самая маленькая книга», «Самая редкая книга» представлена в этом буклете. Кроме того, вот вы видите, здесь у нас топ событий, которые не должен пропустить... Пять фактов там, да. ...ни один горожанин, и обязательно посетить эти наши мероприятия. Пять фактов о строительстве нашей библиотеки, и, конечно же, то, о чем мы будем говорить и рассказывать нашим экскурсантам, посетившим классные дни в публичке, это наши ресурсы. Потому что фонд библиотеки более 2,5 миллионов книг. Кроме того, у нас 30 электронных баз, а это и учебные пособия, это и уникальные ресурсы, электронная библиотека диссертаций, которой можно воспользоваться у нас в библиотеке. Это ресурсы национальной библиотеки, президентской библиотеки, то есть вот об этом мы будем рассказывать нашим новым студентам, нашим новым учащимся. Кстати, 1 сентября самый первый записавшийся к нам в библиотеку студент, школьник, да, получит вот такой замечательный подарок. Так, во сколько надо прийти? Подожди, подожди. Подожди, минуточку, во сколько? Сколько вы работаете? Библиотека в субботу открывается в 9.00, поэтому мы ждем вас. В 8.45 я буду вас наградить. Спасибо вам большое за то, что вы можете. Да, большое спасибо. Еще раз вас с юбилеем, не устаем поздравлять, уже поздравлять не раз. Ну, большое спасибо. У нас в гостях была Анталия Соловьева, заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Продолжение следует...